Сегодня мы узнаем, что же находится за стенами фабрики Шиндлера в Кракове. Известное во всем мире место спасения еврейских жизней во время Второй мировой войны. Люди из разных стран приезжают в Польшу и выстраиваются в очередь на посещение фабрики Оскара Шиндлера. Заходим в музей с нашей чудесной гидом. Что же внутри? От старой фабрики сохранились только стены. В целом выставки посвящены жизни Кракова и еврейского гетто в годы нацистской оккупации с 1939 по 1945. О самой фабрике и ее производстве информации немного. Да, это реально та самая фабрика. Да, там есть кабинеты Шиндлера и информация о нем и спасенных им людях. И хотя музей называется фабрикой Шиндлера, его экспозиция больше посвящена истории оккупации Польши фашистами и жизни людей в те времена. Фабрика Шиндлера позволяет прочувствовать трагичную историю Кракова и его жителей, особенно еврейского населения. Смотрели фильм «Список Шиндлера»?